В Гомеле не было филиала Римской католической церкви, а так вообще по всей территории Беларуси Очень много католиков, людей вероисповеданий Когда посещал Гомель польский священник Славомир Лосковский, получается добился властей, чтобы воздвели католическую церковь в Гомеле К нему прислушались и вот на этом месте, на улице Советской, когда-то она называлась Шоссейный проспект, Чечерская улица И она называлась Румянцевская, точнее она называлась А так вот сам этот костел украшает Дева Мария Советская улица интересна тем, что здесь пересекаются и современные, и старинные древолюционные здания Друзья, если вы путешествуете на машине по Беларуси, как я, постерегайтесь вот этих вот штук, вот эти вот камеры Они фиксируют все, наверное, нарушения, и здесь нет такой физки по плюс 20 километров, как у нас Если 60, то 60, 50, то 50 Вот, идя по-советски, встречается цирк гомельский Он когда-то вообще цирк, первые цирковые представления еще были в конце 19 века известны в Гомеле Но именно полноценное собственное здание цирка появилось в 70-х годах прошлого столетия И вот такой вот цирк спроектирован не только в Гомеле, еще в таких российских городах, как Краснодар, Грозный, Ставрополь Вот такие застоят здания точно по одному проекту На берегу реки Сош в городе Гомель Гомель, кстати, второй по населению город Белоруссия Расположился красивый дворцовый ансамбль Давай перед нами мы видим сам дворец Румянцевых и Паскевичей Изначально в 1777 году, получается, когда Речь Посполитая, скажем так, прекратила уже свое существование Территория этого государства, часть отошла Польша, часть отошла Российской империи И Екатерина II подарила эти земли графу, как Петр Румянцев И он заложил здесь вот этот вот самый дворец После него этот дворец вообще отошел другому полководцу, Ивану Паскевичу Тоже очень известный деятель с того времени Уже при нем была достроена вот эта вот княжеская башня с часами Очень интересная, красивая такая Вот здесь собор святых Петра и Павла Этот собор построили в тысяч... По схожести с Казанским собором, который находится в Санкт-Петербурге И с Парижским кафедральным собором Во времена Советского Союза здесь, получается, был планетарий очень долго Ну а сейчас, уже в нынешнее время, это главный действующий храм Гомеля Здесь вот есть экспозиция, как это утраченные храмы Гомеля Которые пострадали, видимо, чаще, скорее всего, от рук советской власти Тогда все это взрывалось, но думаю, что и война не прошла их стороной Когда будете в Гомеле, так не надо делать В 1870 по 1889 фамильную часовную усыпальницу Здесь захоронили останки самого полководца Ивана Федоровича Паскевича Захоронили их на глубине, получается, здесь 3-х метров И чтобы, ну, посмотреть сюда, можно спуститься вот здесь и поставить на там свечку На территории дворцового ассамбля можно увидеть Когда-то это был дом прислуги князей Вот здесь сейчас находится старообрядческий музей Филиал, кстати, этого старообрядческого музея Точнее, наоборот, это филиал А главный музей находится недалеко от города Гомель Город Ветки называется Там такой коллекционер Федор Шкляров создал коллекцию уникальную в своем роде Потому что она относится к старообрядке Это назывался охотничий домик Петра Румянцева Но сам факт известен то, что он никогда охотой не занимался Но домик охотничий При большом желании Париже можно оказаться, не выезжая из Гомеля Ну, я хотелось бы в завершении сказать по прогулке по Гомелю Все, кто приедет в Гомель, гуляйте сразу Выходите на улицу Советскую И идите в сторону набережной В сторону дворцового ансамбля По пути вы, наверное, встретите все самые красивые места, которые есть в Гомеле Вот вся вот улица Советская Ныне называла, когда-то там была Чичерская Она самая красивая Здесь все самые дома, вся историческая ценность здесь И очень чисто, очень А мы поедем дальше по Белоруссии Ну, мы подъехали Рогачев, все, кто любит сгущенку белорусскую вообще Ребята, вот едем в сторону Бобруйска Мы вообще на территории Могиленской области Есть такой город Рогачев Все о нем, наверное, в России знают Все, кто хоть раз ел сгущенку вареную Вот это самая вкусная вареная сгущенка Это Рогачевская Здесь вот есть такой красивый памятник А здесь вообще заложена капсула времени С посланием потомкам Я думаю, там рецепт этой сгущенки Мы находимся около, недалеко от города Бобруйска Это Жлобинский район Усадьба Готовского называется Либо Козел Поклевских Построена была в начале 19 века И в разный период времени ей владели разные люди Там, например, в 1863 по 84 года Ей владели люди, которые участвовали в восстании Гриневичей А дальше ее приобрел генерал-лейтенант Готовский Который в качестве подарка В дальнейшем уже подарил своей дочери А вот его дочь уже выходила замуж за Козел Поклевского Такого человека Он уже много путешествовал по миру И собирал различные стили Сматривался в разную архитектуру И так как у него отец был очень богат И он занимался спиртовыми винодельческими делами в Сибири Он смог профинансировать Богатейший дворец построить Ну и тут объединил очень много разных стилей Вот я вот вижу и классику, и готику используется И модерн Само здание делает впечатление А так на этой территории, где вот находится вот эта старинная Вообще находится колледж какой-то И тут вот молодежь, у них там концерт О, туманы над рекой Здесь очень много лип посажено Такой липовый парк получается А так здесь несколько еще построек За, получается, основным дворцом находятся еще дома для прислуг И спиртовой завод маленький, который тоже использовался в те годы Наверное ночью в Бобруйске можно увидеть только один троллейбус Уходящий Просто вот в ночном Бобруйске можно вообще ни души не увидеть Хотя, наверное, город старенький, такой интересный, красивый Есть здесь старенькие дома Ночью плохо видно Но жизни здесь нет Это не тоже На входе В рестор colour Субтитры создавал DimaTorzok Да и не другие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»